Хочешь будешь счастливым, купуй квартиру в счастливому. Идулищи поганые. Это, конечно, небольшое извращение. Машины запарковались на газоне. Интересно, а это что за двери? А, у меня, блядь, подъезд уже подъезжал. Колхоз стайл, привет. В какой больной фантазии проектировщика этого дома. А на деле полное днище. Так, у меня тут какая-то вечеринка начинается. Нифига, у нас в пригородах по такой цене продают комфорт. Всем привет, меня зовут Сергей Нагорный. И я ищу жилье в Киеве и в пригородах. Да, я снова в пригороде. И не пишите мне, зачем ты туда поехал, в эту задницу. Давай только на востройки в Киеве. Нет уж, мне интересен не только Киев, но пригороды. Как минимум потому, что в пригородах строятся комплексы, которые больше похожи на жилье здорового человека. Окажется ли таким ЖК-семья в счастливом, в который я и приехал, мы сегодня с вами и проверим. На въезде в село вот такой знак с названием «Счастливые» и два лебедя в форме сердечка. Как миленько. Также рядом с знаком большой новый супермаркет «Фора», из которого очень вкусно пахнет всякой выпечкой. Ну и Бориспольская трасса. Прямо на выезде из села. Хорошая, широкая, по которой можно быстро и фактически без пробок добраться до Киева. Например, я сюда ехал из Киева на маршрутке от станции метро Бориспольская и добрался я сюда за 6,5 минуты. Это просто какая-то космическая скорость. Стоимость проезда 9 гривен, ну и 6,5 минут. Да, сейчас не час пик, но все равно маршрутка достаточно комфортная, новая и фактически пустая. Абсолютно новое для меня направление. В сторону Борисполя я еще ни разу не ездил. Там и в Борисполе кое-что строится, и вот на подъезде к Борисполю. Поэтому начинаю изучать и данную локацию. Село Счастливое. Надеюсь, сегодня мы посмотрим немножечко, что оно из себя представляет. Сейчас вот я иду по центральной улице села. Называется Героев Майдана. Как видите, движение по этой улице не особо оживленное, поэтому мамы с колясками идут прямо посреди дороги. Ну и не только мамы с колясками, да и просто пешеходы. Вдоль всей центральной улицы какой-то чудак развесил свои лица, и он как бы посылает нам такой сигнал. Смотрите, у меня зеленый цвет на борде. Надо голосовать за меня. Я самый настоящий слуга. Ну и постоянная рубрика моих видео – это культовые учреждения. В данном случае православная церковь. Тут встретилась мне по пути. Еще одно новое здание строится. Из красного кирпича частично используется силикатный кирпич. Окна стеклопластиковые. Кровля покрыта частично золотом. Кстати, вот вам такой лайфхак. Если у вас нет колоколов, а очень хочется позвонить, вешайте разрезанные газовые баллоны. Тоже очень хорошо работает. Отдел продаж находится вот в этом доме. Сам комплекс находится чуть дальше. Эх, сама судьба подарила пиарщикам данного комплекса название села. Счастливое. Тут уже и думать особо ничего не нужно. Хочешь, будь счастливым, купуй квартиру. Счастливому, говорит нам лозунг на стене. В отдел продаж я пойду чуть-чуть позже. Сначала я все-таки отправлюсь на локацию. Многие спрашивают меня, Серега, как там твоя квартира? Как продвигается ремонт? Закончили строительство твоего дома? Ну, кто подписан на мой инстаграм, тот видел фотографии. Я недавно там был. Дом уже практически построен. Ну, еще там, конечно, доделывать некоторые вещи нужно. Но я никуда не спешу, потому что я только-только начал делать дизайн-проект своей квартиры. Я все снимаю, поэтому через некоторое время я выложу видео, где расскажу, как продвигаются дела с ремонтом. Ну и в целом со строительством моего дома. Если вам уже не терпится посмотреть, то обязательно ставьте лайк этому видео. И также подписывайтесь на канал. Не будем ждать окончания видео, да? Вот можно это сделать прямо сейчас, если вы первый раз попали на мой канал и еще не подписались. Ну, а я тем временем пришел к какой-то дом культуры, судя по всему. Да, вот написано «будынок культуры». Все логично. И такой вот центральный сквер с фонтаном, с лебедями снова-таки. Я так понимаю, лебеди в Счастливому – это культовое животное, птица. Правда, голуби тоже на что-то вот претендуют, купаются в фонтане. Написано, что Счастливое основано в 1945 году. Представьте, какой старый поселок. И здесь я вижу табличку «Дитячая музычная школа». Читал, что стоимость обучения в месяц где-то 400 гривен стоит. Вот такие городские, хотя какие городские, сельские пейзажи. Мы же в селе находимся. Центральная улица такая, более цивилизованная. Ну и улочки в сторону с обычными сельскими домами. Вот здесь торговые учреждения, магазины, кафе или что это, или ресторан, господарчи товары. И торговый «Дим Орияна». Так что есть тут даже ТЦ. Воу-воу, полегче. Смотрите, какие бутики, салон «Гордын Гармония», цветочный магазин, зоомагазин и белызна, ланджери. Также наша ряба и еще какая-то кофейня. Маршрутка до Киева отправляется возле отделения Укрпочты. Кстати, начался дождь. Хорошо, что я в кепке. Скучали по кепке, все спрашивают, где кепка, где кепка, вот вам кепка. Ну и вот уже показался на горизонте ЖК «Семья». Снова-таки обычная сельская улица, заборы и комплекс. Ну а вот еще один из элементов местной инфраструктуры – детский садик «Ромашка». Как видим, тоже ухоженный достаточно, покрашенный, какой-то замок прямо на входе. Находится, между прочим, напротив дома. Сверху какое-то баскетбольное кольцо. Ну, я понимаю, это типа фонарь, но похоже на баскетбольное кольцо. Не знаю, насколько тут достаточно места для жителей комплекса. Вот, кстати, еще такие изваяния и дулищи поганые. Ну а дождь тем временем усиливается. Ну, судя по небу, я надеюсь, что скоро он закончится. Здесь вот площадка перед комплексом. Наверное, возможно, для паркинга. Она отведена, но почему-то пока еще не облагорожена. Давайте же смотреть на эти дома. ЖК «Семья» строит компания «Домира Девелопмент». На их счету уже 5 комплексов, и в основной массе они все находятся в городе Ирпень. Это комплексы по улице Пушкинской, комплекс Мюнхаузен, Мюнхаузен 2 и Баскендвиль. Компания основана в 2015 году и с начала своего существования уже построила 5 домов. 4 дома сейчас находятся в процессе строительства. Поскольку застройщик не предусмотрел помещений для коммерции, то вся коммерция начинает размещаться в цокольных помещениях в подвале. Вот, например, пывный гном. Справжный крафтовый пыво. Здесь даже есть корзины для кондиционеров. Вы посмотрите на это. Рамы оконные и балконные коричневого цвета. Прямо, кстати, как у меня в Disney Residence. Ну, чуть-чуть отличается, но суть та же. А вот балконы, кстати, не у всех застеклены, но тоже все стараются стеклить именно в коричневом цвете. У кого-то чуть темнее, у кого-то светлее. И это на минуточку комплекс позиционирует себя как эконом-класс. Во всяком случае, так написано на Луне. Я уточню в отделе продаж, может, они скажут, не-не-не, мы комфорт. Ну, потому что это может быть вполне комфортом, но там написано эконом. Вот, например, на Воселках я был недавно. Там они говорят, мы комфорт-комфорт. Но вы помните, да, те газоны, которые я показывал. И посмотрите, здешние газоны. Красивая, подстриженная зеленая трава, высажены пихты. Кстати, тоже некоторые спрашивают, рассказывай больше про коммерцию. Рассказывай больше про коммерцию, пожалуйста. Телефон, звоните, спрашивайте. Аренда коммерческих помещений. Довольно неплохо здесь реализованы водосточные трубы. Это, конечно, небольшое извращение. Вот так вот она через карниз проходит. Выведена водопроводная труба прямо к газону. Я так понимаю, что-то вроде автополива. Ну, тоже как бы можно было спрятать это куда-то под брусчатку. Потому что люди тут ходят и будут цепляться за эту трубу. Ну, а вот, видите, да, водосточная труба. Есть желобок. И вода используется тоже для полива газона. Есть здесь и небольшой продуктовый магазинчик. Кстати, адрес провулок Надии. Какие красивые названия. Село счастливое. Провулок Надии. Семья. Так и хочется сказать. Папа, мама, я счастливая семья. Ну, а вот он первый дом. По чуть-чуть начинаю разбираться. Давайте по порядку. Здесь у нас 4, 5 этажей. Здесь 4 этажа и 5 какой-то такой мансардный этаж. С двухуровневыми квартирами. Это самый первый дом. Он построен по кирпичной технологии. Из красного кирпича. Утеплен минеральной ватой. Все как бы хорошо. Индивидуальное отопление. И это эконом-класс. На минуточку. Кстати, территория комплекса, как можно заметить, открытая. Что, конечно же, мне нравится. И вот здесь начинаются уже приватные территории. Вот эти вот сортиры, души за заборами. Ну, у кого-то, конечно, неплохие домики. Кстати говоря, вот смотрите. Вот эта перфорированная плитка. Я не знаю, как это называется точно. Все никак не запомню. Для парковки. Чтобы и травичка, и парковка. Вот так вот это должно выглядеть и работать. Я часто говорю, что это не работает. И действительно, в большинстве комплексов, где это делают, там просто нет шанса вправе прорасти. Здесь она каким-то образом растет. И очень даже радует глаз. Издалека можно подумать, что машины запарковались на газоне. Но это не так. И еще одно интересное явление, которого я не видел ранее. Корзины для кондиционеров, как видите, предусмотрены у всех. Кондиционеры висят, ну, далеко не у всех. Я бы сказал, что большинство корзин пустует. И люди начали на эти корзины вешать горшки с цветами. Вот реально нигде такого не видел. Кто-то повесил, а другие подсматривают и тоже так делают. Рубрика «Ожидание и реальность». Бам-бам-бам! От «Перфекциониста». А это у нас дом номер 2. Здесь, если мы посчитаем, 7 этажей и 8-й мансардный. То есть уже домик вырос. Но он тоже построен по кирпичной технологии. Точно так же индивидуальное отопление. Я вижу там газовые колонки. И вот я добрался до спортивной площадки. Ну, тоже где-то я уже такое видел. Такие довольно стандартные тренажеры. Еще не особо поюзанные. Правда, покрытие, конечно, самое экономное. Ну и смотрите, как оно бывает, когда на детской площадке вот такое покрытие. Просто прорываются ямы под детскими качельками. Ну, а это двор первого дома. Согласитесь, достаточно уютненько выглядит. Детская площадка, конечно, не самое лучшее решение прямо во дворе. Потому что крик детей, это не всегда приятно слушать, когда ты отдыхаешь дома. Но, тем не менее, многие застройщики вот такое решение до сих пор применяют. Но зато все равно территория достаточно ухоженная. Брусчаточка, газоны зеленые, деревья достаточно высокие. И очень красиво выглядят низкоэтажные комплексы. Красные крыши. То есть, ну, снова-таки дизайн не какой-то особо эпичный. Под какой-то ренессанс или как это называется, классика. Но абсолютно нормальненький такой дизайн, архитектура. Тоже, видите, везде есть желобки, по которым вода уходит с водосточных труб. Ну и вход в подъезд. Есть домофон. Есть доска объявлений. Кто-то коляску свою оставляет. Вот. И почтовые ящики тоже. Здесь коляски ставят. Дома эти без лифтов. Ну, зачем лифты, если всего 4 этажа? Я говорю, это уже роскошь. Кто-то Леопольда нарисовал на стене. Ну, и вот так выглядят общие коридоры. Ничего особо примечательного. Ну, вот действительно, места общего пользования в стиле эконом. Выполнены не дать не взять. Розетки даже какие-то в коридорах. Ну, видите, состояние. Дом уже построен несколько лет. Поэтому немножко подубили его. Интересно, а это что за двери? Интересная планировка коридоров. И вот такой еще есть балкончик с видами на приватные дома. Ну, вот, а вы боялись. Дождь все закончился. Солнышко выглянуло. Можем продолжать гулять. Ну, кстати, если два подъезда выполнены с уровня земли, хотя там все равно лестница, то здесь лестница начинается уже на улице. И вот такой пандус металлический, стандартный. Ну, а над лестницей вот такой невзрачный козырек. Если я правильно понимаю, то это дом номер 3. Он прямо примыкает к первому дому. Здесь у нас сколько этажей? 3, 6, 7 и 8 мансардный. Как и второй дом. Но, правда, этот дом уже отличается от предыдущих тем, что построен по монолитной каркасной технологии. Заполняют стены все равно красным кирпичом. Видим отверстие то ли под вытяжки, то ли под приточную вентиляцию. Да, вот видите, сверху дырочки. Здесь уже такие пластмассовые штуки прикрепили. То есть это какая-то вентиляция. Кстати, пока я тут ходил вокруг дома, ко мне подошел один дядька. Что, говорит, бока ищешь? Так я могу тебе подсказать. В общем, оказалось, он тоже покупает здесь квартиру. И, говорит, там такое, короче, в третьем доме. Там, пойди посмотри, такая щель между парадным и домом. То есть там как-то оно отошло. Не знаю, от чего это усадка дома или какая-то лажа при строительстве. Я, конечно, туда идти смотреть не буду, потому что там много строителей. А вы что, как живете? Я тут квартиру купляю. А надо, блядь, подъезд уже подлежать. Что у вас с подъездом? Подъезды подлежали. Куды? Не поделывайся на уходы. Ну, трещины уже такие, блядь. Так сидеть, покажите. Ну, и надо. Я не хочу сходить. Не электричество, вода и все-все. Я хрен не знаю. Вы же купляете? Я купляю ее, в принципе, если не надо будет электричество вода из ЖК. Из какого ЖК? В Счастливском. Ну, и здесь я понимаю еще, стройплощадка или что заканчивается ЖК. Там какая-то дорога проходит. Здесь построены какие-то, то ли это какие-то кладовы, но это не гаражи, а хотя, может, и гаражи с другой стороны. Либо это какие-то такие сарайчики, погребы. Новые дома тоже построены по старому принципу. Цокольное помещение внизу. Дальше два этажа с обыкновенными лоджиями. Дальше идут панорамные такие лоджии. Или, возможно, там даже нет никакого отделения от комнаты. Это просто панорамные окна комнаты. Тоже все такие в коричневом цвете. Пока у меня впечатления от этого комплекса преимущественно, ну, позитивные. И не забываем, что мы находимся недалеко от аэропорта Борисполь. Поэтому самолеты иногда тоже могут здесь пролетать. Видите, даже в зебру выложили из тротуарной плитки, позаботились. Мелочи приятны. Ну, а это четвертый дом и, я так понимаю, пятый. Тоже по монолитной каркасной технологии. Заполняют керамоблоками. В таких домах, конечно же, обязан быть лифт. И вот мы видим лифтовую шахту. Здесь тоже вот 8 этажей. Уже 8 полноценных этажей. И сверху на крыше террасы. Ну, а это двор второго дома. Здесь тоже есть небольшая детская площадка. Тоже простенькая, но достаточно много всяких приколов. Просто они очень плотно расположены друг возле друга. Правда, здесь газоны какие-то вот не в таком хорошем состоянии, как в предыдущем доме. Ну и да, песок это, конечно, не самое лучшее решение. Потом дети заносят его в дом на обуви. Ну и вообще он разносится по территории. А еще смотрите, как здесь можно стеклить балконы. Колхоз стайл, привет! Также здесь можно вот так запарковать свой прицеп у себя под балконом. Ну а самое интересное в этом доме, это вот эти удивительные углы. Посмотрите, где находятся окна и балконы. Прямо упираются в стенку. Что это? Как это могло родиться? В какой больной фантазии проектировщика этого дома? Теперь по поводу того, как продвигаются дела со строительством данного комплекса. Первый дом обещали построить в конце 2016 года, но сдали его в эксплуатацию в первом квартале 2017. Что не так-то и страшно, это в пределах допустимого. Второй дом ввели в эксплуатацию в первом квартале 2018, хотя обещали во втором 2017. Тут уже задержка где-то на полгода. Третий дом, насколько я почитал форумы, говорят, что ждут его уже почти год. То есть как-то у них такая прогрессия происходит и каждый следующий дом задерживают сроки все больше и больше. Я же, как всегда, напоминаю о своем инстаграме. Самое время на него подписаться, если вы этого еще не сделали. Здесь можно задавать свои вопросы, если вас что-то интересует по тому комплексу, где я нахожусь. Тут у меня спросили, задумывались ли вы провести встречу с подписчиками? И Дмитрий дописал, я бы даже сказал, пригласить в гости в резиденс. Честно говоря, не задумывался об этом, но я не знаю. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Стоит ли это делать? Для чего? Для кого? В каком формате? И вообще, что мы будем делать? А вдруг вас будет слишком много и я начну стесняться. Маша снова просит передать привет Маше и Андрею. Привет, Маша и Андрею. По-моему, уже не первый раз. Ты что, будешь каждый раз спросить об этом? Рудольф спрашивает, лебедя с покрыг планируется? Ну, я уже показал достаточно много лебедей за это видео на въезде в село, в центре села. И на удивление, при всех тех соблазнах, при всех тех лебедях вокруг, здесь возле дома их нет и, похоже, не ожидается. Все-таки территория, на удивление, достаточно такая ухоженная и не жлобская. То есть проявления жлобстайла немножечко появляются в виде вот того недозастекленного балкона, а точнее замурованного. Но в целом, в целом, далеко не в каждом киевском ЖК можно увидеть вот такой порядок на территории. Кажется, дождь опять начинается. Как там с больницами, школами, садами? Детский сад я вам уже показал. Он прямо находится через дорогу. Опять-таки, не знаю, насколько реально туда устроится, но думаю, полегче, чем в детские сады Киева. В этом поселке есть целых две школы. Возможно, я пройдусь еще, посмотрю на какую-нибудь из них. И также есть сельская медицинская амбулатория. Так что, как минимум, такие вот основные штуки есть. И есть здесь еще спелые вишеньки, чтобы Серега ощущал себя еще более счастливым в селе Счастливое. Не очень сладкие. А я, собственно, иду сюда для того, чтобы посмотреть, вот, пожалуйста, еще раз, дом 4. Иду показать, что в селе Счастливое есть и такие дома. Представляете, панельная пятиэтажка. Нечто похожее, как в Новоселках я видел, только это чуть более новое. И какое-то интересное, я не знаю, я бы сказал, что это какой-то таунхаус. Длинный-длинный дом с разными фасадами, с разными дворами. Ну да, типа таунхаус, только построен лет так 30 назад. Ну а я снова возвращаюсь на центральную улицу Счастливого и иду в отдел продаж. Вопросики у меня есть к ним. Недалеко от центра собираются построить, похоже, вот, нечто такое. Называется Приумф Софиевский. Причем здесь Софиевский, мы же не на Софиевской Борщаговке. Но пока еще только там яму роют, котлован. Так что ничего вам пока про него не расскажу и не покажу. Опять погодка изменилась, солнце выглянуло, дождь закончился. Я побывал в отделе продаж, очень миленько пообщался. Сначала я, правда, испугался, что он закрыт, потому что двери реально были закрыты. Но увидел звоночек на двери, позвонил, и мне открыли. И, повторюсь, очень мило мы пообщались. Очень мне понравилась открытость менеджера. Все по делу, спокойненько рассказала. Ответила на все вопросы. И, конечно, я поделюсь с вами той информацией, которую мне удалось выяснить. А пока что я еще прогуляюсь по Счастливому. Посмотрим на местную школу. Там еще стадион должен быть какой-то крутой. По-моему, там даже спортивный клуб Арсенал тренируется или тренировался. Короче, сейчас разберемся. Ну, а тем временем, видите, пейзажи Счастливого. Тоже такие многоквартирные дома здесь встречаются, старенькие. Тихо, спокойно, уютно. Вот у людей тут городки какие-то даже е. Это вот, например, здание библиотеки виднеется. Тут еще вот такое общественное пространство. Вижу, что тротуарную плитку выложили относительно недавно. Ново, свежо. Такая аллейка с деревьями молодыми. И все это ведет нас к памятнику какому-то неизвестному солдату. Вот так выглядит местный памятник. И да, стадион, про который я вам говорил, на карте где-то я увидел, что это ФК Арсенал здесь тренируется. Ну, а я вижу на парковке автобус ФК Шахтар. Или, как мы любим шутить в наших динамовских комьюнити, ФК Шахтер. Далее там еще одно поле с прибунами, с сидениями. Ну, здесь какие-то пацаны тренируются. А вот там еще одно поле. И там действительно много фидуалистов, взрослых. Возможно, там сейчас тренируется основной состав команды Шахтер. Очень многие задаются вопросом, как добираться до Киева. Да очень просто. Одна из самых лучших дорог здесь проходит Бориспольская трасса. Правда, она уже не в самом лучшем состоянии. Но все равно она широкая. Повторюсь, я сюда добрался за 6,5 минут. Думаю, что до 10 минут займет дорога до метро. Можно на трассе подсесть на маршрутке, проходящей из Борисполя. Либо вот из центра Счастливого тоже ходит просто в полчаса маршрутка. Но нужно знать расписание и подстраиваться под него. Стоимость проезда 9 гривен. Думаю, что на автомобиле тоже спокойно можно доезжать. Но, правда, потом наш любимый проспект Бажана. Там уже кто как. Добираться до Киева достаточно просто, если вас интересует ближайшая станция метро Бориспольская. До нее даже в час пик можно спокойно доехать без затора. Но уже возле Бориспольской начинаются небольшие пробки, тянучки. Ну, а от Позняков до моста самая настоящая пробка на проспекте Бажана. Поэтому, если вы едете в центр города на автомобиле, это займет у вас в час пик от 40 минут до 1 часа и 25 минут. Если же пользоваться общественным транспортом, то Google нам предлагает маршрут, который займет у вас чуть больше 1 часа. Также есть вариант доехать до Бориспольской и дальше на метро, что по времени у вас займет приблизительно то же, что и на автомобиле. Но зато стоить это вам будет в разы дешевле. Видим скверик такой, новая плиточка. Видно, что в селе появляются деньги. Деньги вкладывают в благоустройство. Ну, и вот я добрался до школьного двора. Помните этот тренд? Вот эти тротуары в виде вышиванок очень красиво. Мне нравится, кстати. Ну, школа еще не утеплена, не покрашена, как сейчас многие делают. Но все равно выглядит достаточно ухоженной, красивой. Как минимум площадь, видите, не стыдно посмотреть. Не просто какой-то дырявый старый асфальт, а новой такой тротуарной плиткой выложен. Есть там у них и спортзал. Сейчас посмотрим, смогу ли я отсюда. Вот, видите, могу выйти на футбольное поле. Возможно, оно является школьным. Как для школьного очень хорошее футбольное поле. Ну, и вот действительно тут тренируется футбольная команда, но в футболках ФК Арсенал. Так что это такие Арсенал. Игорь спрашивает, во сколько идет первая и последняя маршрутка в Киев? Мне менеджер сказала, что где-то с 6 утра они начинают ходить, где-то до 10.30. Ну, и сказала, что спокойно сюда тоже приезжают службы такси типа Uber, уклон. Как с водой дела? Вода в комплексе из скважины. Сказали, что в ней много железа, как это, в общем-то, часто бывает в пригородах, вот в артезианской воде. Что они поставили там какой-то фильтр, но все равно очень рекомендуют каждому ставить в квартиру еще дополнительные фильтры очистки, потому что вода все равно оставляет желать лучшего. Уточнял по поводу детского сада. Сказали, что, ну да, с местами там туговато, поэтому некоторые отдают своих детей в детский сад соседнего села. Ну, а за детским садиком вот находится еще медицинская амбулатория, ее хотят расширить и сделать полноценную поликлинику. И вроде бы как начали эти работы. Еще вот у меня здесь по левую руку Щаслывска сельскорада. Можно было написать Щаслыва меськорада. Было бы прикольней. Это один из ближайших населенных пунктов сразу за границей Киева. Вот здесь находится остановка общественного транспорта. Рядом с ней магазин Фора. Чуть-чуть дальше магазин АТБ. Ресторан Казачок. Это центральная улица, двигаясь по которой можно дойти до отделения новой почты. Медицинский центр Медиан. Тут также строится ЖК Приумф Софиевский. Есть отделение Укрпочты. Есть дом культуры и музыкальная школа. Чуть-чуть правее Щаслывска сельскорада. Большой учебно-воспитательный комплекс, то есть школа. Возле которого довольно современные и ухоженные футбольные поля, которые принадлежат футбольному клубу Арсенал. Здесь помечено три поля. И здесь еще три поля. Как по мне, многовато, как для такого нетитулованного клуба. Ну и сам ЖК семья, который находится в конце поселка. Но на самом деле от шоссе сюда идти, ну не больше десяти минут пешком. Всего строится пять домов. Все они, как видите, невысокоэтажные. Напротив комплекса расположен детский садик, а еще чуть дальше медицинская амбулатория. Правда, с обратной стороны комплекса гаражный кооператив и склады. Ну а в целом поселок достаточно зеленый и ухоженный. Вадим пишет, просьба ездить в те места, где хотелось бы вам самому жить. В последнее время много видео, где явно видно, что и под дулом пистолета там бы не рассматривал вариант для покупки. На самом деле я даю шанс каждому комплексу. Потому что одно дело прочитать, посмотреть на картинки. У меня уже просто часто было такое. Ты приезжаешь, ты думаешь, что вроде бы неплохой комплекс, а на деле полное днище. И наоборот, когда ты вообще ничего не ожидаешь, от комплекса приезжаешь и думаешь, вау, вау, неплохо. Сюда я приехал не просто из праздного интереса. И вот один из тех случаев, когда я, в принципе, ничего особого не ожидал, а комплекс, в принципе, интересный и неплохой. И сам поселок неплохой, добираться до Киева удобно. В общем, я бы реально рассматривал этот вариант. Как мне сказали в отделе продаж, да, они позиционируют себя как эконом, но это, в принципе, тянет на комфорт, поэтому тут уже решайте сами. Посмотрите, какие здесь большие зеленые территории. У нас бы уже давно тут втыкнули бы какой-то ЖК, но здесь реально глаз радуется от обилия зелени и от тишины. Кстати, тут спрашивают, самолеты сильно слышно? Вот я один только самолет слышал, который пролетал. Возможно, у них как-то в другую сторону они садятся, взлетают. О, и прямо сейчас как раз я слышу самолет. Но он далеко пролетает, реально его вот почти не слышно. Счастливым призывают жителей, дотримуйтесь чистоты, прибирайте ветходы своих творын. Какова цена вопроса? Вообще, ценовая вилка на пятый дом, самый дешевый, от 13800 гривен до 18000 гривен. Цена зависит вот практически от всего. От первой суммы взноса, от того будет рассрочка или полная оплата стопроцентная. От этажа, от планировки. Короче говоря, от всего. Нужно рассматривать конкретную квартиру на конкретном этаже, в конкретном доме, и тогда можно как-то сформировать стоимость. Четвертый дом, там еще есть много вариантов квартир. Они планируют сдать в третьем квартале этого года. В пятом доме, самый последний дом данного проекта, второй квартал 2020 года. На данный момент у них действует акция. При стопроцентной оплате 10% скидка. Так что можете тоже иметь это в виду. Очень понравилось предложение рассрочки, которая не привязана к доллару. Это уникальное явление, я считаю, но практически я нигде такого и не помню. При этом рассрочка может быть даже на 30 месяцев. Представьте, это фактически два с половиной года, и никакой привязки к доллару. Но есть небольшая оговорка. Если же все-таки курс доллара изменится на 20%, то они имеют право повысить стоимость квадратного метра не более чем на 10% с предварительным уведомлением и всего лишь один раз. То есть они один раз могут пересмотреть эту цену. Я считаю, что это не страшно. А если курс будет плюс-минус стабильный, то тогда и не страшно, если стоимость привязана к доллару. Однокомнатные квартиры здесь есть от 35 квадратных метров. Так что те, кто спрашивали, сколько стоит минимальная однушка, умножайте 35 квадратных метров на где-то 15 тысяч квадратный метр приблизительно. То есть опять же, зависит от этажа. Самый дешевый будет первый этаж. Или даже они предлагают вариант в цоколе. То есть его тоже можно приобретать для жизни. Хотя большинство, конечно, их покупают для коммерческих каких-то помещений. Но они говорят, да, там можно жить. Это как полноценная квартира. В новых домах, конечно, как я и сказал, будет лифт. Лифт отец. В каждой секции один грузопассажирский лифт на 600 килограмм. Также дополнительные расходы. Газовый котел. А во всех домах это индивидуальное отопление. Вот двухконторный газовый котел. Плюс корзины для кондиционеров. Еще дополнительно нужно заплатить 19 тысяч гривен. Причем даже если вы не планируете ставить кондиционер, все равно за корзину нужно платить. Она будет размещена у вас под окнами. Ну и плюс оформление. Это 2% налога и 4 тысячи гривен нотариусу. В каком состоянии квартиры? Стяжки на полу нет. Штукатурят они только ту стену, где вешается газовый котел. Потому что так нужно по правилам газовщиков. А все остальные стены не штукатурятся. Перегородки межкомнатные из гипсокартона. Что тоже такое неожиданное решение. Окна украинского производителя. Двухкамерные окна и пятикамерные. Так, у меня тут какая-то вечеринка начинается. Внезапно ко мне прилетела компания. Что происходит? Я тут никого не кормлю. Эй. Окна украинского производителя. Называются ЛВС. Это житомирские. Двери сказали прям хорошие. Тоже какие-то украинские. Но хорошие их никто не меняет. Коммуникации. Подключены дома к сельской канализации. Тут у них есть такая центральная сельская канализация. Вода из скважин, как я и сказал. Электричество. У них были проблемы с электричеством. Первое время дома запитывались от дизельного генератора. Что полная дичь, конечно же. Насколько я понял, это по вине застройщика. Они не получили технические условия. В общем, не сделали то, что должны были сделать. И только сейчас они занимаются подключением своей трансформаторной подстанции. Сейчас у них временно запитано в сеть. Но скоро они все порешают и все будет хорошо. Газ тоже подключен. Все имеется. И два интернет-провайдера. За придомовую территорию на данный момент жильцы оплачивают где-то 5,5 гривен. Я обязательно выложу распечатки, которые мне дали в отделе продаж в своем телеграм-канале. Вы подписывайтесь обязательно. Там будут и планировки, и цены, и распечатка относительно рассрочки. Например, там мне посчитали двухкомнатную квартиру. На 30 месяцев рассрочка, переплата около 30 тысяч гривен. То есть это очень-очень адекватно. За два с половиной года переплатить тысячу долларов. Ну, это не проблема. На этом, пожалуй, все. Буду сейчас двигаться в сторону маршрутки. И подведу свои коротенькие итоги. Комплекс «Семья» мне скорее понравился, чем «Нет». Вот я такими и представляю комплексы загородного типа. Низкоэтажные. Правда, нездоровая тенденция. Опять в рост пошли. То есть первый дом отлично. Четыре этажа и пятый мансардный. Но потом начались вот эти вот там семь этажей, восемь этажей. Ну, спасибо, что не десять, как говорится. Это вот восемь уже, наверное, ну, самый-самый предел. То есть дома все еще выглядят плюс-минус низкоэтажными. Хотя нет. Вот хотелось бы пять этажей и все. Ну, да ладно, прощается им это. В целом комплекс не выглядит доминантой в селе. Вполне себе вписывает совместный ландшафт. Само село приятное. Тоже вот инфраструктура, парки наводят порядок. Тихо, зелено, спокойно. Очень прикольно. Транспортная доступность неплохая. Недалеко Бориспольская трасса. Маршрутки ходят часто. До метро доехать можно легко и быстро. Технология строительства комплекса хорошая. То есть некоторые дома кирпичные, некоторые монолитно-каркасные с кирпичом, минеральной ватой. Индивидуальное отопление. Ну, тоже все хорошо. Единственное, что вода не идеальная. Но это в большинстве комплексов загородных так. И на данный момент еще с электричеством какая-то возня. Но, скорее всего, ее тоже порешают. По поводу документов спрашивал. Сказали, что у них есть весь пакет документов. Полный порядок. Могут все предоставить, все показать. Можно приходить со своим юристом. Пусть проверяют. Из негативных моментов. Ну, мне не понравились вот те глухие углы во втором доме. Я вообще не понимаю, что курил проектировщик. В новых домах, по-моему, такой фигни нет. Внутри подъезда выглядит достаточно скромненько. Действительно, вот, под стать эконом-классу. В остальном, даже не знаю, к чему прикопаться. Ну, детские площадки тоже простенькие такие. Но, опять-таки, эконом-класс. Хотя цена, я бы не сказал, что как для эконом-класса. Вполне себе цена комфорт-класса. Вот мне сказала девушка-менеджер, что у нас цена эконом-класса. Нифига, у нас в пригородах по такой цене продают комфорт. Ну, и напоследок, я бы хотел назвать, какие конкуренты есть у данного ЖК. Из тех, в которых я был, мне этот комплекс напоминает ЖК Family. ЖК Family, правда, находится на другом берегу Киева. Но, есть что-то общее. Дома, в принципе, похожи. Технология строительства похожа. Цена похожа. Дворы, вот, похожи. И тоже находится прямо возле такой большой магистрали, ведущей в Киев, недалеко до метро. Поэтому, если вы рассматриваете этот комплекс, вам может быть интересен и ЖК Family. Также, Новак Конча Заспа, тоже возле большой артерии в Киев. Тоже, правда, правый берег. Но, невысотное строительство. Хотя, там, конечно, заколхозили очень сильно комплекс. Но, тоже можно сказать, что эти комплексы из одной ценовой категории, из одной концепции. Поэтому, рекомендую посмотреть видео. В конце появятся ссылочки. Ну, и, надеюсь, вам это видео было полезно, интересно. Как обычно, пишите свои комментарии, предлагайте ЖК, в который мне отправиться в следующий раз. Ставьте лайки и увидимся в новых видео. Всем пока!